Всем привет! В эфире новый выпуск заметок о Черкесии и сегодня мы наконец-то завершаем цикл выпусков, посвященный отдельным субэтносам, отдельным племенам адыгов, их рассмотрению. У нас остались нерассмотренными несколько малых таких этнических групп субэтносов, которые, в общем-то, из-за своей, скажем так, малочисленности, они в отдельный выпуск не попадут, слишком мало материала будет, поэтому я их как бы свел все в один выпуск. Стоит отметить, что это в основном ответвление от тимиргоевцев, бжедугов или шапсугов. То есть, как правило, каких-то самостоятельных, полностью каких-то самобытных субэтносов тут нет среди малых групп. Итак, первые, самые крупные из мелких, это субэнос хатукаевцы. Хатукаевцы, они считались одним из крупнейших подразделений собственно тимиргоевцев. У самих тимиргоевцев есть об этом легенда о том, как сыновья Кемруга, то есть такого сына Иннала и первопредка их в ветве княжеской Болотоковых, значит, сыновья по имени Болотока, собственно, который основал род Болотоковых и Хатико, от которого, собственно, и пошли хатукаевцы. То есть, Хатико отделился со своим народом, отдельно выселился с основных княжеских земель тимиргоевцев по соседству и стал существовать самостоятельно. Но в целом он подчинялся, в общем-то, княжеская фамилия тимиргоевцев. В период с 15 по 18 века хатукаевцы были очень серьезным племенем, очень крупным. То есть, практически наравне с соседними тимиргоевцами и жанеевцами они занимали вот всю центральную часть предгорий современного Краснодарского края, то есть западной Черкесии. Территория их простиралась по центральной части предгорной Кубани, на западе от острова Крокубан, то есть устья Кубани, где жанеевцы обитали. Потом проходила территория по речкам Убинсу и Афипс до кубанских плавней. Здесь у них был, собственно говоря, центр. Современная, допустим, Ильская, Кубинская, это вот бывший центр хатукаевцев до прихода туда Шапсуга. Ну и речка некая Ямансу, но это предполагаем, что Пшиш, допустим, ограничивала их с востока. Хорошо они ладили, известно, с хегайками на западе, которые жили вот вокруг Анапы. В прошлом выпуске мы говорили про них. Известно, что до самых поздних времен, до конца практически Кавказской войны, они очень хорошо друг с другом общались. То есть какая-то часть хатукаевцев поселялась у хегайков, какая-то часть хегайков переселялась позже к хатукаевцам. То есть там было такое хорошее смешение между ними. Сокращение территории именно проживания хатукаевцев началось, в принципе, это уже в 15 веке, с наступлением с юга бжедугов, которые начали вытеснять их с этих земель. То есть тогда они воспринимались именно как темиргоевцы. То есть темиргоевский князь решал вопросы с бжедугами, когда они приходили на территорию хатукаевцев. Бжедуги, соответственно, отбили у них Псекупс, поселились там первоначально на этой территории в долине Псекупса. И, собственно говоря, со временем началось вытеснение уже когда бжедугов шапсугами. Вот шапсуги уже постепенно заняли все территории хатукаевцев. И даже самих бжедугов они выдавили к Кубани практически. К 18 веку они проживали уже только между реками Пшиш и Белая. И от Кубани до владения абадзеха. То есть не такой, довольно короткой территории между бжедугами и темиргорьцами. Ставшими представителями их знати считались фамилией Киркенока. Есть упоминание путешественника Эвлия Челеби, который, собственно говоря, проходил в том числе по территориям хатукаевцев. Он зафиксировал постоянные конфликты на тот момент в хатукаевцах с соседями. То есть мы понимаем, что это как раз время прихода ждухов, шапсугов на эти земли. Была упомянута некая деревня Петлисси. Находилась эта деревня на территории реки Шепш. Как он описывал, находящаяся в подножии упомянутых гор Аюз. То есть Аюз он называет вот эту вот горную гряду Кавказку, отделяющую, собственно говоря, центральную часть Краснодарского края от Приморской части. Представляет это селение собой как бы крепость из четырёх рядов земляных валов и срубов из громадных брёвен. Таковы же окрестностей всех селений и пшуков в черкесской земле. Ибо у черкесских племён села враждебны друг другу, так что нет недостатка в постоянных междоотсобных войнах и распрях. Тем не менее они общаются и торгуют между собой. И там он перечисляет дальше, что за горами живут разного рода Абхазы, разных видов, скажем так. Но мы понимаем, что в Черебе Абхазы это абаза, это приморский черкес. И он напоминает, что те, кто живут в Приморской части, враждебны к хатукаевцам. То есть к тем же, кто живут в равнинной части. В 1837 году встречается такая запись у Султана Хангирея. В общем-то известного такого, можно сказать, историка. Человек, который описывал все предания очень хорошо адыгские. Владение хатикойское. Князь Хатико, младший брат Балатока, получил свой удел, продвинулся на запад и осел, поселился. Хатикойцы долгое время обитали на южном берегу Кубани, были многочисленны и сильны. Порагают, что колено Хигаекское от них отделилось. Также в 1858 году в истории к бирже я упоминал, что Гатюкай живут по реке Белая, близ ее устья, один аул при устье Лаббы. Это по концу Кавказской войны. И он там дальше перечисляет крупнейшие их фамилии княжеские. В конце Кавказской войны население хатукаевцев именно, оно составляло не более тысячи человек. Их небольшая группа поселилась у хигайков и предпочитала в конце войны выселиться вместе с ними в Турцию в качестве мухаджиров. В настоящее время потомки оставшихся небольшой группы хатукаевцев проживают в ауле Хатукай в Адыгее и в разных аулах разбросан единично по республике Адыгея. За ее пределами проживает довольно большое количество в Израиле, такой выделяющийся община хатукаевцев. Другим крупным этносом, также темиргоевского рода, является Мамхеги. Также известны как Мамхеговцы. Это небольшое адыгское племя, племя жившее на территории к югу от современного Майкопа, в территории, ограниченной треугольником, вершиной которого была устья реки Курджипс. То есть это к югу от Майкопа практически, до Курджипса. Ну, по сути дела, это темиргоевцы, ушедшие в так называемые предгорные уделы темиргоевских князей, которые в землях Абадзехов жили. Князья Болотокова рассматривали их как своих прямых подчиненных, но Мамхеговские аулы, они жили более свободно, то есть управлялись они сами аулы старшинами. То есть просто выполняли какие-то требования Болотоковых, но самоуправление внутреннее поддерживали демократического аулы. То есть тоже такого смешанного типа общества. Опять же тот же Эвлия Челеби, он погостил в свое время и у Мамхегов. Подробное описание их делал. Обитают, он написал, что у подножия Абхазских гор, то есть Абадзехских, мы тут имеем в виду, среди неприступных скал и дремучих лесов. Народ не ремесленный, не воинственный, по крайней мере их 10 тысяч человек, и нет у них вождей и правителей. Только в каждом стойбище имеется по одному-два человека у правителей достойных, отличаемых, называемых такаку, то есть священниками. Ну то есть дальше он там описывает, что они не придерживаются религиозных верований, у них там такая смешанная и полуязыческая форма религии, описывают различные там обряды у них, ну в общем какой-то такой быт он их описывает, и окрестности определенные территории. Собственно говоря, через какое-то количество времени понадобится, чтобы достичь тех или иных пунктов, начиная с земель Мамхегов. В начале XIX века обитали они при слиянии рек Белая и Куржипс в верховьях реки Уль на территории современного Майкопа. Уль это, если не ошибаюсь, река, на которой, в общем-то, погибки Миргоевский князь Безрукоболотоков в 1808-1909 году, сражаясь с Абадзехом. И вот они там обитали на степени современного Майкопа, но после погрома, учненная русскими войсками в 1823 году, отрядом полковника Коцарева в их аулах, они резко сократились численности и вынуждены были искать убежище у Абадзеха в горах к югу. В 1846 году генерал Ачунин сообщал, что северные Махошевцы, в Мисполябе и вглубь, на запад, к реке Белая поселились темиргоевцы, игрухаевцы и мамхирцы. В настоящее время мамхиги проживают в Адыгее, в ауле Мамхек, собственно говоря, основанном сразу после войны в 1864 году, на берегу реки Фарс, рядом с племенем Абадзехов, которых туда выселили, из тех, кто предпочел остаться. В начале он назывался Патакаев, в честь родовой семьи Потоковых и, как есть информация, что в этом ауле по сей день, в общем-то, Потоковы это довольно популярная распространенная фамилия. До окончания Кавказской войны большая часть оставшихся мамхегов предпочла все-таки уйти в Османскую империю, в Турцию и вот только вот эта небольшая часть их осталась в ауле Мамхек. Он проживает по сегодняшний день. Следующим этносом, субэтносом, точнее, являются Махошевцы. Махошевцы это такой вот, скажем так, Махоши их еще называли, это такой вот субэтнос спорного происхождения, потому что по собственным их сказаниям считается, что они родственны бжедухам, с которыми имели общих предков. Махош считался младшим братом бжедухских князей Черчена и Хамыша. То есть, из той легенды, которая описывает, как бжедухи пришли и отвоевали у тимиргоевцев в себе земли на Псику. Их было четыре князя и вот один из четырех князей как раз предпочтел уйти на восток, поселиться на Лабе. Это был Махоши, он основал субэтнос Махошицев. Значит, проживали по рекам Фарс, соседствовали здесь сабадзехами, по среднему течению Лабы. На востоке граница шла по левому берегу Лабы. Соседи у них были и грухаевцы тимиргоевского рода, предыдущего, упомянутые мамхеги. На востоке бесслинеевцы, на севере нагайцы. Там было небольшое отселение закубанских нагайцев, которые жили к востоку тимиргоевских земель в таком пятачке, образованном рекой Лабой. Махоши также описывали, как и мамхегов, то есть это ремесленный народ, имели большие стада, какие-то свои на этих территориях, занимались земледелием. Старшим представителем знать, у них были богарсуковы. Кабардинцы при этом упоминают, что они по происхождению почему-то. В то же время богарсуковы имелись и у мамхегов, у люльи они упоминаются. И опять же богарсуковы упоминались то ли у натухайцев, то ли у шапсугов на реке Абин, Черкесагай, собственно из которых вышел фамилийный народ богарсуковых богатых черкесогайских, армянских купцов в Краснодаре, чей зеленый дом стоит в центре города. Сложно сказать, что от этого фамилия, откуда она идет, надо будет отдельно разбираться, что все-таки богарсуковы это черкесогай или это черкесы. И почему такой разброс фамилий идет в разных территориях. Но известно, что именно богарсуковы это коренной княжеский род. В тридцать седьмом году султан Хангири упоминает владение Мехожское, небольшое владение расположено на западом Беслинеевцам, по речкам Фарс, Псифир и Кель. Княжеский род им владеющий именуется также Бехгорсокохе и не разделяется на отрасли. Нынешний князь именем Байзроко почитается в числе отличных князей и воинов черкесских. Пришествующему есть князь Яхбокко, убитый в драке с Абадзехом, был предметом удивлений в Киркесе по мужеству и уму. В принципе мы здесь не видим особой разницы тех же именемергориц. Разведчик Тарнау в тридцать девятом году отмечал, что Махож поминуется к та же князьям Байгарсук. Селение их расположено на левом берегу Лабы и имеется в них 1270 душ мужского пола. В тридцать сом году, в 1913, в Щербино историка отмечает, что Махожевцы занимали треугольник, в острове вершины которого была у слияния отмеченная выше границы Лабы и по границам Абадзехов, по речкам Фарс, Лаба, севернее Костромской станицы и южнее Засовской. То есть примерно территории Лабинского района, Краснодарского края. Известно, что Махожевцы, как и Игрухаевцы, отделились от темергольцев, после смерти их общего князя Безрука Болотокова, то есть перешли к Абадзехам, стали демократическими обществами. Ранее составляли одно племя. Однако считается, что Щербино в этом случае был введен в заблуждение тем фактом, что он воспринимал Махожевцев, как часть имиргоевцев, потому что в принципе они в их владениях были, им подчинялись этим князьям Болотоковым, но как бы про происхождение он скорее всего либо не знал, либо предпочел не брать его за основу при описании Махожевцев. Как и с темергольцами, с Махожевцами произошла та же ситуация. Появление русских крепостей и отделение их Махожевцев от темиргоевцев сделало их немирными по отношению к русским. И последующей экспедиции русских войск вынудили их уйти в город Абадзеха. У Абадзехов они начали составлять ядро вот этих антирусских партий для нападения. Позже с появления Магомеда Мина они вошли в состав войск, вот этих оторядов, которые он собирал черкесов с разных этносов для войны с Россией. И после сдачи Магомеда Мина это тяжело сказалось на их дальнейшей судьбе. Махожевцев постигла та же судьба, что и темиргоевцев Абадзехов. Большая их часть сопротивлялась русским до последнего и предпочла выселиться в Турцию. Лишь небольшая часть, разрозненная с оставшейся проживать у реки Кубань, сдавшаяся, в настоящее время проживает в разных аулах городах и как бы вот какого-то конкретного места такого, чтобы их выделили конкретный, нет какого-то конкретного аула. С ними также связано, с их спаунтью об их имени, связан такой объект, рядом с Майкопом называется Петроглиф Махош-Куш-Ха. То есть это знаменитое такое место, где найдены древние Петроглифы, то есть вот эти знаки древних людей. И собственно говоря, вот этот хребет был назван их именем и это имя перешло в название этого объекта, туристического и научного. Егерухаевцы, следующий соседний с предыдущими этнос. Егерухаевцы жили между реками Белая Элаба, тоже являлись темиргоевцами одним из злодеев и одним из этносов. Граничили они с темиргоевцами на северо-западе, на юге с абадзехами, на юго-востоке с махошевцами. Считаю, что они часть отделившихся самостоятельно, ведь имяргоевцев неизвестно точно, когда именно это произошло и как. Упоминаются они с 18 века в русских документах. Так, в 1858 году русский археолог и исследователь Кавказа Береже упоминал егерухой, обитавших на левом берегу реки Лабы в близпадении Кубань. И упоминал, что они находятся под властью княжской семьи Болотоковых. В 1949 году кемерговцы и егерухаевцы по наущению Магомеда Мина бежали за Белую. В 1951 году князь Болотоком, вернувшись, покорился русским с частью своего народа, между тем, как другая большая часть осталась Зала Божьей. Важнейшие фамилии у них были также Болотоковы, Коноко, Анчоко, Четуржоков. То есть Коноко, Беслинеевцы, то есть такие ответвления соседей, по сути, княжеские, родственные. В 2015 году Щербина упоминал в своем труде, что ближайшими соседями темирговцев, опять же, были егерухаевцы, последние были родовичами, как он указал, темирговцев, обособившись в отдельной отрасли, ноосевшими рядом с ними в той же долине между реками Белой и Лаба. Собственно, егерухаевцы тут, в общем-то, ничем не отличаются от своих соседей, они разделили полностью ту же судьбу, что темирговцы в Кавказской войне. Большая часть предпочитала выселиться в Турцию, а те оставшиеся в России проживают их потомки по сей день в ауле Егерухай и в нескольких разбросанных населенных пунктах, Адыгеи и, в принципе, по России. Следующим важным этносом является Адамиевцы. Адамиевцы также одно из темиргоевских племен, прожившие в нескольких селениях, сначала вблизи Кубани на реке Пшиш по обеим сторонам течения реки Белой Нижнего, затем их вытеснили на правый берег Кубани. Впоследствии Адамиевцы перешли снова через Кубань на юг и там осели. Подчинялись они также князьям Болотоковым, то есть они, по сути дела, между примерно джедугами и темиргоевцами находились. Впервые их упоминал в отчете Эвлия Челеби, тот же самый наш уже любимый, который, наверное, везде побывать успел. Звал их Адамии и выводил их имя из легенды такое, что от слова от имени Адам произошло оно. Значит, благоустроенные, у них очень благоустроенные земли. Пишут, что князья Адамии находятся в подножии Абхазских гор на берегу Псекупса и насчитывают 500 домов. Здесь живет их главный Эдигузибей, все незнатные родовитые, являются потомки не черкесов. Согласно отчетам, значит, он записал такое предание о происхождении этого названия от Адам. Значит, якобы в скалах к югу от гигантского священного дерева Адамиевцев находится ряд громадных пещер. Где это дерево, это сложно. Сказать, где-то в горах, там, да, Керчьевского района. Из одной пещеры вытекает река, которую нужно перейти, чтобы перейти к главной пещере. В этой пещере есть бронзовая статуя человека, ростом с обычного человека. Она держит в руке бронзовую палец и размахивает ей. За спиной у человека дверь, ведущая к их смертным сокровищам. Только тот, кто не прикоснется к ценностям, может выйти живым из пещеры. Живущий в этом районе черкесской племени называют Адамии по названию того бронзового человека. По преданию, сокровищницу в пещере устроил Александр Македонский. В общем, да, сказочки проникали и в Черкесию. Подобного рода истории они периодически где-то возникали. В более позднее время поменяли знакомство черкесов со всякой мировой культурой, скажем так. Во многом очень копируют эта идея кусками легенды об Амиране грузинском, тоже наприкованном в пещере. То есть она такая очень видоизмененная. И у них он тоже записывал якобы такую вот легенду про Амиране. А еще важно отметить, что здесь у Эвлия Череби, именно у Адамийцев, был записан в наибольших подробностях обряд воздушного захоронения. На деревьях подвешивали, когда гробы эти. Причем он это описывает как как бы слез. Причина такого захоронения, что якобы тут такие вот такие здоровые, как в Германии, медведи ходят и они могилы разрывают. И вот чтоб медведь не разрывал могилы эти вот свежие, он их подвешивает на деревьях. А если уж так получается, что нельзя, там или убило молнии, когда например, или еще что-то. Если приходится захоронить в земле, то насыпают огромный курган, наваливают на него очень много камней, веток и даже несколько дней выставляют стражу, чтобы медведи не подходили. В общем, какие-то медведи-каннибалы. Медведи-людоеды какие-то, видимо, Адамийцев в Италии. А скорее всего, просто являя Череби был очень доверчивый и наивный человек. Мы, я думаю, о нем сделаем даже отдельный выпуск. В 23-м году историк Броневский описывал, что Адамия, небольшое колено, живет далее на восток, и заключает в себе несколько деревень, расположенных по речкам Пшиха и Пшиш, смежно с темиргоевцами и в зависимости от последних. Собственно, адамеевцы разделили судьбу своих соседей в кавказской войне. В настоящее время потомки оставшихся в России в ауле проживают Адамий, ну и, конечно, и присутствуют они довольно обширно в зарубежной общине черкесской. Известно, что именно из этого суп-этноса происходил историк Султан Хангирейн, которого мы очень часто ссылаемся. Следующим племенем будет Шапсугское ответвление, которое стоит выделить. Это Гуае или Гуае. Значит, сведений о нем не очень много. Дело в том, что проживавшие на побережье Шапсуги и Натухайцы, кроме своего общего племенного названия, имели родовые ответвления, которые не выделялись так, как у всем этим миргоевцам, отдельные субэтносы, а имели свое название, но как бы не стремились его использовать как такое самостоятельное что-то. И вот, в частности, одним из таких племенных названий было Гуае. По названию вот этой долины, ущелья, где они проживали, они являются одним из шапсугских родовых племен, но, как мы понимаем, оно было одним из самых старых, потому что среди шапсугов их наиболее уважали, выделяли отдельно, и они как бы считались такими царским шапсугским коленом родовым, то есть старшим самым. По всей видимости, можно предположить, что, собственно, шапсуги как таковые, ядро шапсугов вышло именно из родового племени Гуае. Тот же поселок Лазаревска находится, и несколько других. Между племенами Гуае было 17 родовых фамилий крупных. В середине 19 века главный хаул Гуае находился на левобережье долины реки Пзузуапсе в 7 километрах от ее устья на месте современного села Алексеевка на пути в хаул Тхагавш и считался центр с господствующей фамилией Коблевых. В российской историографии они известны до окончания русско-кавказской войны, очень активно сопротивлялись, и поэтому после окончания их, в общем-то, более не встречались, они полностью выселились в побережье. В диалектах языка утрачен. Следующий субэтнос спорного происхождения – Хакучи. Почему я говорю спорного? Потому что Хакучи, в общем-то, как таковые, по одной из версий не являются субэтносом, как таковым. То есть это некое, скорее, собрание людей по признаку принадлежности к их деятельности, чем к этносу. В общем, обо всем по порядку. Хакучили-хакучинцы по источникам проживали по верху река Шепс, Зуапсе и Шахеф, подающих в Черное море между Таопсе и Сочи, то есть самых труднодоступных в Исакогорье. Ограниченные субэхи и малые шапсуги существует, собственно, давний спор в отношении реальности данного субэтноса ввиду того, что в ранних источниках до Кавказской войны они не встречаются. Значит, по этой версии Хакучи образовались из абреков, партизан, по сути, соседних племен, которые во время Кавказской войны уходили в далекое, дикое высокогорье, труднодоступное для того, чтобы оттуда делать нападение. Ну и партизан, по сути, партизани. Это абадзихи, шапсуги, убыхи, абазины, то есть там вот смешанная очень масса была из-за самых разных адыгских субэтносов и не только адыгских, еще абазинских, абхазских. И вроде бы как переводится как грабители или хищники их наименование. Но дело в том, что, насколько известно, бжедуги, допустим, шапсуги и натухайцы звали их Агой, а темиргоевцы как раз таки Хакучи единственные. В период Кавказской войны в поздние 40-е-60-е годы, и сразу после нее в военных документах русская имя встречается наименование племени, Хакучи их племени стали называть тогда, аулы которых располагались в труднодоступных горных районах по псизоапсе в основном, речке. А при этом известно, что с давних пор хакучинское сообщество, шапсукское колено, ветвь, проживала на этой территории, то есть это выше, чем Гуае, еще туда, в самые горы. И якобы оно получило название от реки Хакуч. Это вот как раз к версии о том, что это был этнос. И считается, что как бы ядро их на шапсуги, которые проживали в высокогорье, которым просто стали накапливаться беженцы. С окончанием вот этой Кавказской войны они пополнились собственными беженцами. Сюда же сбегались, собирались и беглые казаки, и перебежчики из русской армии, солдаты. То есть там такой сплав получился из разных совершенно наций и этносов. И известно, что они говорили на видоизмененном шапсунском диалекте. Пользуясь трудодоступностью в своих ущельях, Хакучи очень долго, упорно сопротивлялись, даже после окончания Кавказской войны, не желая переселяться ни на Лабу, ни в Турцию. Против них были применены карательные методы уничтожения, экспедиции уничтожали аулы, посевы, запасы продовольствия. И только тогда, после нескольких таких экспедиций, небольшая их часть согласилась сдаться, спуститься, покинуть родные места. Они покинули их, выселили. Но другая часть осталась все-таки до последнего в горах. В 65-м году поэтому новую экспедицию направили против них, в результате чего почти все они были выселены на Кубань. Но отдельные группы продолжали скрываться в горах на протяжении практически 20 лет еще. К концу уже XIX века, когда стало ясно, что несколько сотых выключений им представляют реальные угрозы для безопасности Черноморского побережья, им разрешили выселиться оттуда из гор и поселиться на своих родных бывших местах на побережье. И, собственно, считается, что именно потомки вот этих нескольких сот выселенцев, которые до последнего в горах скрывались, представляют собой современных адыгов Лазаревско-Сочинского района, живущих в этих аулах. В настоящее время их потомки проживают в значительной мере в аулах Большой Кичмай, Хаджико, Агу-Шапсук и Тхагапш. Хакучинский именоговор имеет также небольшое распространение в Турции среди тех, кого сумели все-таки выселить. Что касается оставшихся небольших упоминаний, упоминались также некие адали островитяне, так татары и турки называли смешанных адыгов. Смешанный народ, часть которого были адыги, проживавших на Нитаманском полуострове и живших в подчинении у турок и татар при их городах. О них я кратко говорил в выпуске про Женеевцев. Был такой еще малый субедос Чепсин назывался. Это осколок Женеевцев, которые проживали у Анапы рядом с Хигайками. И в целом их история мало чем отличается от тех же Хигайков и Женеевцев. Также отдельно упоминается общество тубинцев Тубэх. Это одно из обособленных обществ абадзехов. Тоже, так как глава Евшабсугов, это такое коренное общество, откуда пошли абадзехи, то есть прародина, грубо говоря. Это долина Тубы в Абшаронском районе к западу, это Лаганак. В верховьях речек Пшиха, Белая, Пацицы они проживали. Поляна Тубы там называлась, считалось, что именно сюда спустились они, перейдя от моря, и вот отсюда пошли абадзехи дальше. Там определились основные их родовые фамилии, там в общем-то это место считалось царским местом основным. И на сегодняшний день это небольшие поселки Шпаларес, Нижние Тубы, как раз в турбиносубной местности. После Кавказской войны это общество исчезло полностью. Существует также упоминание о неком племени Сибаи во времена Инала, где они проживали в центральной части Западной Черкесии, а также неком старом племени. К сожалению, я не нашел его в источниках, просто она мне как-то попадалась, когда бжедухи приходили на эти территории, о них были легенды о неком племени, какие-то совсем уж малые остатки которого проживали на тот момент, то есть в 15 веке на этой территории Псекупсе, но они полностью растворились среди новых племен. Информации по ним я, к сожалению, нашел. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. В следующем выпуске поговорим о беглых габардинцах. Всем пока!